всем привет они с вами ольга дуброва а вы на канале про цветок если не подписаны подпишитесь сегодня я затрону очень интересную тему которую мне кажется мы еще не освещали это что делать зимой перед зимой с георгинами которые мы черенковали потому что рано или поздно в жизни георгин наступает такой этап чтобы вы понимали когда их надо омолаживать деление это понятно но в процессе роста получается особенно новички они выращивают выращивают вот до такого вот гнезда клубня георгин в котором там уже многолетние клубни старые клубни они имеют свойство поражаться там образуются рытвенные различные коррозии естественно гнили присоединяются они плохо хранятся затем они плохо цветут и говорят почему мои георгины не цветут да потому что вы их не делите но делить это еще пол дела надо периодически омолаживать подчет путем черенкования и иногда случается так что с черенкованием мы запаздываем в этой вот весенне летнику тюрьме я вам хочу показать на примере черенков различных сортов как лучше черенковать конечно лучше черенковать где-нибудь в конце марта до числа 20 апреля но у меня были даже черенки которые вполне себе укоренились и развивались как развивались я вам покажу и расскажу и их конечно надо сохранить таким образом как мы сохраняем например любые другие комнатные растения или например как мы с вами беседовали на тему пеларгонии то есть мы его оставим можем оставить прохладным помещений не промерзаемом ни в коем случае потому что но промерзание ниже 0 градусов георгины не выдержит никакие ни при каких обстоятельствах это вам даже не картошка смотрим какому выводу я пришла черенковала в середине июня но очень хотелось мне сохранить сорт и черенковала специальном череночники все было замечательно корешочки пошли вот вы видите корешочки и пересадила потом просто в грунт конечно хорошее укромное местечко он вполне себе вот сохранился но в открытом грунте он не заложил никаких клубней даже ни одной сосочки не заложил также тут его второй такой братец наверное а второй что-то пытался второй пытался я вот при вас привожу их порядок второй пытался на его история была так себе верхняя часть обрежу с нее не в этом не в следующем году уже черенка мы не возьмем эти почечки оставлю для того чтобы в следующем году так как я буду хранить его при температуре нынче 5 градусов то вот из этих почек и надеюсь уже пойдут росточки кроме того что они пойдут отсюда от корневой шейки и здесь уже вот он сформировал такую малю пашечку так поэтому их все непременно я буду высаживать а вот смотрите то что я зачеренковала тоже в месяце и посадила в горшочек из череночника пересадила в горшочек и в горшочке вот такое замкнутое пространство возможно им там теплее может они кажется им кажется что они в домике сидят и вот такие замечательные образовались клубешочки они пока у меня были для демонстрации не обрезаны теперь вот эти все волоски которые по-любому высохнут я обрезаю и снова помещу мой легкий субстрат про субстрат я вам еще тоже расскажу еще одна была интересная история очень хотелось мне размножить сорт и уже зная такую историю о том что горшочки будет им гораздо лучше чем просто в открытом плавании на грядке я зачеренковала без всякого предварительного черенкования укоренения в череночнике зачеренковала их прямо сразу же в горшочек и даже представьте себе ничем не укрывая поставила под материнский куст но может матери помогала и давайте посмотрим что получилось сама еще не видела но мне кажется все хорошо по их внешнему виду ну чувствуют они себя бодрячком конечно клубни здесь тоже я не наблюдаю но какое-то зачаточное состояние на этом черенке есть но зато радость от того что вообще не надо было никаких предварительных забот хлопот их я тоже не буду давать им дальше расти потому что все равно они вытянутся я обрезаю все листики оставляя кое-где мутовки для того чтобы весной было быстрее стартовать верхушечку обрезаем и вот эти вот междоузли оставляю и их я тоже буду высаживать в горшочек ну то туда куда откуда они и пришли в какой субстрат посадить можно сажать в различные субстраты можно некоторые говорят что засыпать опилками с опилками история такова что вам надо будет следить либо за влажностью помещения там была достаточная влажность либо их как-то увлажнять тут так себе история потому что на глазок вы помните как-то рассказывал влажность ориентироваться по шишкам 45 градусов значит влажность хорошие в перлит насыпать перлита перед когда будет недостаточно влаги он ее будет из окружающей среды типа впитывать но в то же время он будет всасывать отсюда влагу из клубе шучка поэтому я рекомендую пришла к этому таким эмпирическим путем экспериментальным и рекомендую сажать либо в песок на нечистые смешанный с грунтом вот как данном случае либо высаживать можно вот они как сидели у меня зачеренкованные сейчас я возвращаю эту землю обратно здесь тоже грунт перемешан с песком потому что верхней части когда очеренковала все-таки песочек перемешала с грунтом и хорошо пролила поэтому возвращаю их обратно в их родную земли смесь сначала я их немножко пролью сильно не заглубляем достаточно чтобы как они сидели так они пусть там на такой глубине и сидят уплотнили и отставили вот на этом я тоже вам покажу сорт хони красивый сорт такой вот они были получены из черенка я немножко тут подрежу порядочек на виду чтобы не было лишних сверху черенков обрезаем волоски все равно они процессе зимовки у нас подсохнут либо начнут загниваться если с влагой что-то будет не так и опускаю так чтобы клубни спрятались и были покрыты до корневой шейки вот этой моей земляной смесью здесь у меня еще был уже добавлен перлит поэтому получается вот такая рыхлая приятная почва где перлит песок ну и сам грунт так важность кое-какая должна поначалу присутствовать для того чтобы они же будут на свету у меня стоять я так решила можно и в темное помещение отправить ой надо вот так все непременно то потом мы запутаемся кто где для того чтобы сохранялся запас влаги мы периодически будем увлажнять но только после того когда состояние верхней верхних двух сантиметров будет сухим особенно для таких вот историй когда еще либо не сформирован черен корешок клубишок либо только только начал формироваться хорошо бы обезопасить их от того чтобы они не заболели для этого я рекомендую это будет хорошо и для весеннего старта и будет работать при положительных температурах будет работать в течение всего времени хранения то есть у нас уже получиться такой заряд полезных грибов например очень рекомендую триходерму не только для георгин но в данном случае для георгин инструкции пишут что надо вот если в лунку до взять чайную ложку и эту чайную ложку распределить на десять лунок но какие у меня тут лунки у меня же горшочки поэтому надо перемешать только все это делаем по быстрому чтобы тут лишнее ничего не присоединилась жик закрываем баночку это триходерма и я вот здесь расчертила себе линейкой 10 сантиметров хоп-хоп-хоп распределила значит один сантиметр вот мне пойдет на горшочек это вот столько и я распределяю горшочки и перемешиваю от чего поможет триходерма триходерма вообще чудеснейшее явление и она борется практически более чем 40 видами различных патогенов в первую очередь меня волнует чтобы здесь не происходило загнивание если что-то где-то не так из почвы с улицы я принесла чтобы этого не произошло в дальнейшем опосредованно триходерма будет содействовать тому что будет лучше развиваться корневая система корневая система развивается там эта колония расселяется в корневой системе и образуется такое сожительство микориза а микориза будет способствовать усвоению питательных веществ а затем растение будет очень крайне здоровым и опосредованно влиять на различные на различных уже вредителей что тоже немаловажно потому что то что касается вот закрытого помещения теплицы клещи трипсы они тут как тут могут прискакать особенно когда очень много различных растений и навредить как листве внешнему виду нашего куста в дальнейшем так и к сожалению повлиять на цветы поэтому вот делаю такую закладку здоровья на следующий год перемешиваю сейчас после того как я перемешаю я пролью ну и так далее прою для того чтобы активировать воду можно взять если помещению у вас на данный момент холодная для того чтобы уже ходерма начала работать взять воду слегка подогретую тепленькую можно конечно еще воспользоваться профитом триходерма которая в жидком виде но мне на большое количество не хочется разбавлять я ее сохраню для растений когда буду высаживать их в открытый грунт и можно также рекомендовать вот жидкую форму по листу поэтому не забывайте про биологические средства защиты я думаю что за ними будущее у меня про георгины все до новых встреч а